МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газовые службы отработали действия при возникновении ЧП. Тяжелая ноша. Как петербургцам помогают бороться с лишним весом и в каких случаях даже хирургическое вмешательство не панацея. Проверили на прочность на Биржевом мосту. Сегодня припарковались десятки грузовиков. Нет, это не нарушение правил. Таким образом, подрядчик, который занимается ремонтом переправы, проверял, насколько крепки несущие конструкции. Во время тестирования по Биржевому проехали 12 грузовиков. Общая масса которых составила не менее 300 тонн. Такой метод всегда используется при строительстве и ремонте мостов. Испытания проводились следующим образом. Были установлены датчики на балки пролетов, которые показывают напряжение. И перемещались груженные автомобили. Скажу сразу, испытания прошли успешно. Напомню, ремонт там начали в октябре прошлого года. Сейчас основные работы завершены. Уложен асфальт, установлено освещение. Смонтирована новая троллейбусная контактная сеть. В настоящий момент продолжается работа по замене электромеханического привода переправы разводки на гидравлический. Что изменится в квитанциях ЖКХ с 1 декабря, рассказали сегодня в Комитете по тарифам. В среднем в Петербурге среднемесячный платеж проиндексируют на 8,5%. Это в полтора раза ниже прогнозов инфляции на следующий год. В целом по стране она достигает 9%. Северная столица сдерживает тарифы. Так платеж. За теплоснабжение изменится на 8,4%. За воду, газ, вывоз мусора на 8,5%. И за электричество на 9%. В Комитете по тарифам отмечают все существующие в этом году льготы сохранятся и в следующем. Если совокупный платеж по жилищным и коммунальным услугам превышает 14% от дохода семьи, то имеется возможность компенсировать эту разницу через субсидию, которая предоставляется из бюджета города. Для этого нужно обратиться либо в любое отделение МФЦ, либо в жилищный центр. Индексация нужна для бесперебойной работы и развития сферы ЖКХ. За счет средств от изменений тарифов обновят теплотрассы, водопроводы и другие объекты. Добавлю далее, коммунальные тарифы не будут меняться более полутора лет. Следующую индексацию проведут в июле 2024. Лабиринт в условиях нулевой видимости утечка газа, эвакуация пострадавших. Такую тренировку сегодня провели в Петербурге. Слаженность действий отрабатывали сотрудники газовой службы. Для них подготовили сразу несколько сценариев. Удалось ли справиться с поставленной задачей, расскажет Дмитрий Ковалев. Из трубы вырывается пламя. Вокруг дым и шума. Ремонтная бригада работает в непосредственной близости к огню. Это контролируемая ситуация, объясняют профессионалы. Горящий газ менее опасен и более предсказуем, нежели в смешанном с воздухом состоянии. В таких условиях проходит тренировка сотрудников аварийной газовой службы. Одновременно в учениях принимает участие сразу несколько групп. К примеру, задача экипажа этой спасательной машины первыми прибыть на место происшествия, найти точку утечки газа и организовать работу своих коллег. Сделать штаб и в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь. На разных площадках тренировочного полигона отрабатывают несколько сценариев. Из задымленного помещения эвакуируют условно пострадавшего. Рядом двумя способами устраняют аварию на трубопроводе. Первый – газоопасные работы. То есть при горении, когда из трубы вырезают поврежденный фрагмент и потом герметизируют место заплатки. Второй – с помощью современной техники. В трубу врезаются без перекрытия газопровода. Он не подразумевает выхода газа и его воспламенение. То есть более длительный, более сложный, технологичный, но более безопасный и не влияет на газоснабжение потребителей. Такое оборудование у нас есть, мы им пользуемся. Подобные машины – только часть оснащения предприятия. Спасательная техника, расходные материалы – все это необходимый резерв на случай экстренной ситуации. При устранении последствий аварии очень важно соблюдать заранее подготовленные, выверенные алгоритмы действий. Слаженную работу необходимо демонстрировать. Сегодня коллеги показали, что существующий учебный центр, здесь, в Петербург-Газе, покрывает буквально все участки процесса газоснабжения и готовит специалистов к нештатным ситуациям. Учения завершились с положительным результатом. Подобные задачи – часть работы и подготовки спасателей газовой службы. А перед тренировкой глава профильного комитета осмотрел уникальный для Северо-Запада комплекс технического освидетельствования газовых баллонов. Здесь обслуживают топливные емкости пассажирских автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Дмитрий Ковалев, Игорь Востряков, Александр Лоскутов. Новости, телеканал Санкт-Петербург. Ларьки сносят, искры летят. Почти 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в семи районах города. Таков итог работы за неделю сотрудников комитета по контролю за имуществом. В частности, три павильона демонтировали на проспекте Большевиков. Остальные снесли на Московском и проспекте Ветеранов, а также на улице Кораблестроителей. Требования ведомства освободить незаконно занятые земельные участки в добровольном порядке исполнили только торговцы на улицах Дыбенко, Туристской и Политехнической. Петербург и Минск укрепляют сотрудничество. Прибывшая в рамках рабочего визита на муниципальный форум стран БРИКС, делегация из белорусской столицы, посетила сегодня школу номер 531. Гостей интересовал петербургский опыт в организации питания учащихся. Классический рацион, первое, второе и компот призван отучить детей от фастфуда. В управлении социального питания совместно с коллегами из комитета по образованию делают все для формирования правильных пищевых привычек у школьников. Кроме того, единая карта позволяет учащимся получать горячие обеды, а родителям в личном кабинете контролировать рацион питания ребенка. Как мы выяснили с коллегами из города Минска, перед ними тоже стоит вопрос, основная задача, как соединить в школьном питании проблемы, чтобы было полезно и при этом вкусно. Тот положительный опыт, который увидел я и мои специалисты, которые присутствовали со мной, будет обобщен, и я убежден, что будем что-то внедрять. Пока не готов ответить, что именно, но мои специалисты, по крайней мере, для себя почерпнули тоже очень много нюансов. Прежде чем попасть к школьному столу, всю продукцию тщательно исследуют в испытательной лаборатории по 600 методикам – от ДНК исходного сырья до определения видового состава продуктов. Хорошего человека должно быть много, но это не про лишний вес. По данным ВОЗ, ожирением страдают более миллиарда людей, с каждым годом это число только растет. В Петербурге на базе госпиталя для ветеранов войн работает Центр по лечению пациентов с избыточной массой тела. Накануне международного борьбы с ожирением Александр Громов встретился с одним из пациентов отделения. С неподъемной ношей, в которую превратилось его тело, Алексей живет уже больше 10 лет. 178 килограммов каждый шаг превращают в невыносимую пытку. Я в аэропорту в Москве получил билет, а мне говорят, до вашего терминала полтора километра надо пройти пешком, но у вас посадка заканчивается через 30 минут. И я понял, что все, олимпийский чемпион где-то погибнет на старте. Несмотря на внушительные объемы, пациент уверяет, питается он скромно. При этом, неуклонно набирая вес, он оказался заложником старых травм. Я лежал раз 8 или 9. И в последнее время, в связи с избыточным весом, тяжело было уже справиться в связи с повреждением ноги. Ожирение медики называют неинфекционной пандемией. Женщины, по словам врачей, лишний вес набирают быстрее и чаще. Стресс – еще одна причина увеличения в объемах. И тогда даже самые изнурительные диеты способны добавить один другой десяток килограммов. Вес, как правило, набирается больше, чем было у него до предыдущей диеты. Организм как бы воспринимает диету как стресс. Откладывают у себя, что мне надо в следующий раз отложить больше запасов жира, поэтому возникает и больше аппетит в последующем. Облегчение пациентам, которым ни вздохнуть, ни шагу ступить, приносит медикаментозное лечение. В самых тяжелых случаях желудок укорачивают хирургически. Но это не всегда победа. У многих пациентов происходит частичный набор веса обратно. Говорят на сленге «разъедают тот желудок, даже маленький, который остается, пациенты его разъедают». Ведь вот эта хирургия, она позволяет пациенту справиться с тем психологическим моментом. Многие пациенты могут похудеть, но не могут удержать вес. Алексею операция назначена на декабрь, и он уже знает, что сделает, когда потеряет измучивший его вес. Да хочется просто пойти побегать. Вот просто выйти на улицу и побегать ранним утром, а это не удается. Раньше беговой дорожки Алексею придется выйти на более тяжелую дистанцию. После резекции желудка ему предстоит пройти курс лечения препаратами и удержаться от кулинарных излишеств. И тогда на финише его будет ждать уже совсем другой здоровый человек. Александр Громов, Дмитрий Гринчак и Анатолий Рябинко. Новости телеканал Санкт-Петербург. В Мариинском дворце сегодня говорили о правовых аспектах сохранения и устойчивого развития Арктики. Речь об этом шла на пленарном заседании 9-го Международного арктического правового форума. По словам участников встречи, с каждым новым шагом в развитии северных территорий возникают новые моменты, которые необходимо регулировать с помощью законодательства. Сейчас это северный морской путь и сохранение экологии региона. Деятельность транспортных и добывающих компаний, развитие северного морского пути, создание инфраструктуры и охрана уникальной природы – все эти вопросы требуют не только современного технологического подхода, но и особого правового регулирования. Государство уделяет повышенное внимание также социальному обеспечению и соблюдению трудовых гарантий граждан, работающих в северных регионах. Этот форум – уникальная площадка, объединяющая ученых, бизнесменов, представителей законодательной и исполнительной власти. По итогам встреч готовятся рекомендации, которые затем используют при подготовке правовых документов и нововведений в сфере развития Арктики. Содействие избирателям с ограничениями по здоровью на участках окажут подготовленные специалисты. Сегодня в Доме молодежи Приморского района прошел ежегодный общегородской семинар для кадров избирательных комиссий. В нем также приняли участие представители сферы социальной защиты и волонтеры. Программа семинара поделена на две части – теоретическую и практическую. В последние для участников смоделировали голосование избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Для этого в Доме молодежи оборудовали тестовый избирательный участок. Это регулярное мероприятие. Мы его проводим несколько раз в год для того, чтобы комиссии все время отрабатывали все вопросы, связанные с поддержкой таких людей. Тем более, что в нашем городе порядка 10% избирателей имеют ограниченные возможности. Добавлю, сегодня в Петербурге проживает почти полмиллиона инвалидов. Избирком готовятся к выбору муниципальных депутатов, которые пройдут весной следующего года. Ремонт трамвайных путей стартует на Заневском проспекте. Сегодня начали с геодезических работ. После этого строителям предстоит заменить полотно длиною более 1200 метров от моста Александра Невского до Заневской площади. О необходимости ремонта этого участка дороги для электрического транспорта ранее говорил вице-губернатор Кирилл Поляков. Это необходимо, чтобы обеспечить транспортную доступность в районе на время ремонта станции метро Ладырская. По новым рельсам поедут дополнительные маршруты. Необходима замена. Нельзя перекладывать там дальше. Тем более это увязано в том числе с дальнейшим проведением работ дальше по метро Ладырская. То есть нужно делать прямо сейчас. А сроки, в принципе, сам контракт довольно... Контрактные сроки большие, но физические работы будут выполнены до середины февраля. Может быть, чуть быстрее. Бюджет практически... Ну, не практически, там, по-моему, чуть больше 300 миллионов. Но на период производства работы, естественно, жителям придется немного потерпеть. Что хочу сказать, что самый напряженный участок, это будет на пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов. Там находится трамвайный узел, и мы его будем ремонтировать в три этапа. На каждом из этапов будет сохранено движение по двум полосам в каждом направлении. Последний раз трамвайное полотно там ремонтировали 21 год назад. Ограничивать движение в несколько этапов начнут уже с понедельника, 28 ноября. Завершить работу и запустить трамваи планируют 10 февраля следующего года. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь и с удовольствием передаю слово Марии Гончаровой. Итак, новости экономики. С чего вы начнете? Добрый вечер. Расскажем о торговых отношениях между Петербургом и Республикой Беларусь буквально через несколько секунд. Расскажем о торговых отношениях между вместе с темы 머리 и расширяем до сих пор. attянуть кр promocорного давленияchte. черовeter к Zheng Lee Гончаровой ведь Hussein Jacare Фуэлл и Беларусь буквально через 3 недвижимостьstemа своем уникальной высоты.